Наша жизнь подобна представлению, скажем так, спектакля. Спросим любого человека, культурного человека, естественно, скажите, что важно в спектакле? Что важно в спектакле? Режиссёр. Режиссёр, в всяком сомнении. Действующие лица, да, да, действующие лица. Что-то, вы приходите, мы приходим в театр. Для чего мы приходим в театр? Ну, там есть, ну, что там есть, там есть это, как его зовут, фабула, там есть, там есть какая-то завязка, какая-то эпигель, развязка, где там что-то происходит. Есть ещё сцены и декорации. О, о, а теперь, а есть люди, которые говорили, смотрите, вот смотрите, что в театре, на самом деле, самое важное, не просто самое важное, а центральное. Это сцена, декорация, бутафория. Давайте её исследовать, давайте смотреть, давайте поймём, как она существует. Но это уже в скобках болезнь человеческого понимания этого мира, когда современная цивилизация в основном интересуется сценой. То есть она интересуется вот той самой материальной основой этого мира, который является на самом деле не более как фоном, а основой, назовите его, как угодно. Сценой того спектакля под названием «Жизнь», где мы все участники в этом. Ну, что в этом, что тут главное, что второстепенное? Естественно, что участники, сама жизнь, её надо исследовать, она должна быть в центре. Вместо этого исследуется что? То, что можно исследовать, то, что подаётся вот объективному изучению, а вот человека, а вот он такой непредсказуемый. А если он непредсказуемый, ну, значит, что там? Ну, будем исследовать, но всё равно тут всё равно всё остаётся непонятно. Так вот, первое, что надо обратить внимание, что в этом спектакле жизни наша сцена, сцена, которую нам подготовили для этого спектакля, она необыкновенно устойчива. Всё в меру, всё в своём месте. Всё имеет своё место, и мы это не замечаем. И мы за ничем не замечаем. Теперь, а ну, давайте просто подумаем, да, вот в этом образном сравнении, если мы уже его выбрали. Вот театр, да, вот театр. Что там? Какие требования всё-таки, чтобы разыгралась непосредственно сцена, там, ссоры между двумя действующими лицами, или наоборот, так сказать, какого-то, я знаю, там, криво на общении и радости ихнего. Действительно необходимо, чтобы они находились физически на какой-то сцене. Теперь эта сцена должна отвечать требованиям, каким? Самое основное требование, которое есть. Какое основное требование есть? Смотрите, то, что, то, что, то... Представьте себе, что сцена двигается. Представьте, она всё время, причём, причём непредвиденно, да, то есть раз и раз сдвинулась, да, потом раз и в эту сторону, потом, потом чуть-чуть, в эту сторону, в эту сторону. Тут, другими словами, бесценно бы, чтобы говорилось, секундочку, секундочку, я сейчас покажу, кто-то действующее лицо, кто-то, на кого надо обращать внимание, выясняется, что будет, все мы будем сидеть, обращать внимание на сцену, а не на действующие лица. Если мы хотим, чтобы действующие лица, они были в центре нашего внимания, то нужно, чтобы сцена была полностью сценой. Она должна быть устойчива, не привлекать ничего внимания, не двигаться, ничего. Эта единственная стабильность должна быть основой того спектакля под названием «Жизнь», в котором мы с вами участвуем. Вот и теперь под этим углом надо рассматривать нашу реальность. Давайте посмотрим под этим углом. Если человек – малый мир, то, значит, есть где-то и большой мир, скорее всего. Что есть большой мир? Мир – это есть реальность вокруг нас. Теперь явно до такой идеи мало кто додумался сам. Но оказывается, что мир вокруг нас, и человек построен одинаково. Теперь мы посмотрим вокруг, и это незаметимо. Почему? Потому что наш взгляд, он ограниченный. Вот прямо вот, а что я вижу? Вот песчинка, которая смотрит по сторонам в океане и хочет увидеть океан. Она не видит. Надо подняться вверх, посмотреть, взять вертолет какой-то, забраться на верхушку мира, и оттуда посмотреть. Увидим мир во всех его проявлениях. И в проявлении пространства, и даже в проявлении времени. И как человек – это есть подобие между ними и другим. Теперь это одно из объектов рассмотрения в внутренней части Торы. Там это очень подробно разбирается. Каким образом эти две мира, они подобны и так далее. И естественно, что когда мы обнаруживаем это подобие, мы удивляемся, вау, как это так может быть? Оказывается, не только вся Вселенная, но и человек, и человек, и Вселенная одинаково построены. Мы видим, что они исходят из одного источника. Их, по-видимому, конструировал один архитектор, один конструктор. Сотворение человека в виде органического сочетания первооснов. Что он имеется в виду? Тут какие-то слова, такие органического сочетания первооснов. Что за первоосновы? Что за первоосновы? За этим прячутся четыре первоосновы, которые есть. Всегда это четыре, что вы знали. Всегда четыре, всегда четыре. Они называются Эш, Огонь. Руах, это Ветер, назовите это. Ветер, да. Майм, вода и Афар. Это землян. Тоже тяжело это как-то перевести адекватно. Но в чем-то. В физике так мы и видим. Точно так же есть плазма, есть газообразное состояние, жидкое состояние, и есть твёрдое состояние. Это просто только что мы понимали, что это, как это происходит. Видите? Нет, пять, пять, четыре. Теперь, оказывается, что человек, он органического сочетания первооснов. Это тема сама по себе, что с точки зрения духовной имеется в виду под словами Огонь, какая основа строится из этого в душе человека. Под рог, духом, то есть ветром, что за ветер у нас там есть в душе нашей, есть вода там. Это прообразы. Нам надо что-то духовное как-то назвать. И вот самое близкое к этому, то, что может хорошо одеться на него, этим словом мы его называем. То есть, есть сочетание нашей души, оно действительно из начала, которое как Эш, как Огонь, стремится вверх. Я надеюсь, все понимаете, это эго человека, это его ощущение своего я, своего достоинства, его высокомерие, стремление к почести и так далее, все исходит из этого. Есть Руах. Руах – это постоянное движение туда-сюда, из-за этого сейчас мы дальше заметим. Руах маммала, говорится, это человек, он говорящий. Из-за того, что он, так сказать, выдыхает, и он в состоянии пройти через пять фильтров, он, так сказать, он создает речь, что это, в принципе, прямо целое творение, которое есть в этом мире. Руах – ветер. Да, есть вода, вода – это основа всех того, всех вожделений, которые есть в человеке. И есть основа всему, это Афар. Афар – это духовная основа постоянства, которое есть в этом мире, как мы говорили, которое тянет, что называется, вниз, подальше от противоположности этому огню. наоборот, вниз. А основа духовная, которая исходит из этого, каждый из нас чувствуется, полежи, пройдет, называется. Отдохни, хандра, лень. А заголовок лень. Вот то, что называется лень, это Афар, это то, что лень. Но только лень, мы бытовую знаем, а на самом деле она исходит из лени, мышления. Основная лень, это лень мысли. Человек ленится мыслить, это основное. Это ему тяжело если его прокрутить, там у него что-то ржавое, он должен крутить, оно не вертится, хочет подумать, а полежу, хочет смотреть, пассивно что-то, не активно пассивно. А если у него и в голове есть лень, то и в теле будет лень, одного порождая другого. А если лень тут, лень там, то значит настроение не было, знаете, настроение плохое, то это плохое, и в общем все. А ему ничего не надо, не пролежит, это называется Афар. И человек каким-то удивительным образом состоит из всех этих, и он и тут же, и вот я, я там заховачу, я управляю, я главный, я центральный, я основной, а с другой стороны я полежу, я ничего не хочу, я обидюсь на всех. Если у него все, и поговорить хочет, и тут же хочет покушать, и хочет туда, и все наслаждение получить, и расслабиться, все вместе, все вместе. И эти сочетания, то что он говорит. Это человек. Мы об этом, может быть, дальше будем говорить подробнее. Второе, он говорит устройство и соединение органов его тела. Вау. Тут смотрите снова. Человек рождается, у него такое уже, ну как, ну на все на автомате. Кому-то в голову приходится присмотреться к тому, что у него есть две руки, две ноги, я же говорю, только внешние органы, которые, смотрите, только, только, а, 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 человеческая мысль со всеми ее прогрессом и развитием, она пытается построить, что она пытается построить, ну там, робота какого-то. Конечно, в итоге, все приходят к копированию того, что я человек. Почему? Потому что давно-давно мы уже поняли, с точки зрения, просто инженерии, с точки зрения расчетов конструкций, что человеческое тело и как устроена там рука, смотрите, есть раз, два, три, да, это должно быть, это свобода, это вращение в эту сторону, в эту сторону, так и так. Она оптимальна? Как она ее, да тут ничего лучше они не придумали. Может быть, там по каким-то причинам делают что-то более такое дешевое, но с точки зрения, как это должно быть, чтобы было пять, 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 пять. Не надо шесть, но пять надо. У каждого есть своя функция, не просто так. Три недостаточно, нам недостаточно, все знают, три недостаточно, надо пять. Пять пальцев. Как это, почему именно опять появилось? Почему по-другому? Начнем присматриваться только внешним частям. А что там внутри, это уже вай-вай-вай. Это только, знаете, анатомия. Все эти врачи могут только вообще понять, оценить. Какая невероятная сложность всех процессов внутренних, которые происходят. Одна печень, дорогие друзья, одна печень. В мире, по-видимому, все заводы, кто-то слышал, может быть, это, может, преувеличил. Например, все заводы не производят химических процессов в количестве, а уж тем не менее в качестве, которые одна печень одного человека производит. И все случайно это произошло. Не, печень образовалась случайным образом. Не подумайте, что там это конструировано. А про все остальное, как это взаимодействует. Как взаимодействует. Есть один сосед мой, он доктор науки, следователь в области микробиологии. Занимается одним очень-очень интересными вопросами. Такой выглядит с бородой. Всегда интересно, как люди приходят, меняют свою жизнь с конца на конца. Так он и сказал, он говорит, все очень просто. Я просто изучал марехат хисун, это, как по-русски, это систему, ну, есть у нас это, иммунная система. Он, 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 он занимался иммунной системой. И вот когда он стал выяснять и там разбираться во всем этом, он говорит, это не может, может все случайно пополучиться, потому что там есть много частей, которые друг с другом, они не, они не соответствуют друг другу. Их надо, надо их как-то составить, чтобы это было, сходило с этим. И чем больше изучает, находит все больше и больше необыкновенную сложность. Он как раз этим занимает. Он говорит, это просто, просто, ему не, что происходит, мы ничего не чувствуем при этом. Вы понимаете, что такое сцена? Человек, вот снова то же самое. Что такое тело? Вот кто-то осведомлен, что у него происходит внутри. Клюв ничего, автомат полный. Человек поел, а вкусно. Очень, что вкусно? У него там заработал такой, завод работает, самый большой, который, знаете, вообще в мире не существует. Обработать, что там только какие-то, тут выделяется, это выделяется, тут все, какие химические процессы только не происходят. Да, поел вкусно, это выпил. Он вообще об этом думает, не о чем он занят? Он занят, вот там девушка симпатичная, да. А тут вот что-то, я знаю, там интересная программа, а тут, я знаю, думает о будущем. Сцена жизни, как мы сказали, должна быть какая? Устойчивая. И она не должна отвлекать нас от основного. Единственное, что, естественно, что если мы начнем ее рубить топором, то она там, там просто сам ее пах, а потом раз, и в эту дырку сами попали, она, а вот видите, нас сцена отвлекает. Верно, человек может заболеть, почему? Мы его по молодости, по глупости, вечно на эту сцену там долбаем, долбаем, и вот, видите, и вот довели до того, что там какие-то дыры появились, туда падали. Есть такое, да. Но, в принципе, человек живет, большинство людей, мы видим, по большинству живут. Вообще, тело вообще не знает, что он не существует. Вообще не знает. Вот человек, который вот вырос, человек вырос где-то в джунглях, не знаю, на каком-то острове, да, нету анатомии, нет школы, никуда не ходил. Никогда не ходил. Он даже не знает, что у него есть сердце, легкие, просто нормально. А что такое, а что я делаю? Он просто не будет понимать, что там внутри происходит, а что-то происходит. Мы не обращаем на это внимание. Это он говорит, присмотритесь к устройству соединения органов его тела. Не надо быть этим анатомом и знать, хотя бы по частям, хотя бы основные части, хотя бы основные части, как это все сосуществует, как это все разделилось, как это не мешает одно другому, а наоборот только помогает друг другу в полной координации.